Конкретное предложение, которое изменит жизнь в округе к лучшему. Глава региона предлагает изменить пошлины на экспортируемые олени шкуры. Плюс два с лишним миллиарда. Устойчивая цена на нефть позволила получить региону дополнительные доходы. Вы смотрите новости на телеканале Север в студии Ирина Цепетова. В Государственной Думе России прошли парламентские слушания по вопросам законодательного регулирования приграничного сотрудничества в Российской Федерации. Основная цель слушаний – проанализировать проект одноименного федерального закона. Он будет рассмотрен во втором и третьем чтении и затрагивает интересы более половины субъектов страны, которые занимают приграничное положение и в той или иной мере сотрудничают с предельными районами 18 государств. В ходе парламентских слушаний губернатор Неницкого округа Игорь Кошин рассказал о барьерах, с которыми столкнулся наш регион в сфере приграничного сотрудничества. В частности, один из них касается особых условий хозяйствования коренных малочисленных народов Севера. Три года назад в Неницком округе стартовал проект по экспорту оленьих шкур. Раньше оленеводы их просто выбрасывали, а теперь получают дополнительную выгоду. Однако из-за низкой рентабельности проект сегодня больше экологический, нежели экономический. Дело в том, что соленые оленьи шкуры расцениваются российским таможенным законодательством как шкуры крупного рогатого скота и облагаются соответствующей налоговой пошлиной. Игорь Кошин предложил их выделить в отдельную категорию. Это поможет развивать малые формы предпринимательства у оленеводов, а значит, сохранять традиционный уклад жизни северян. Другой актуальный вопрос приграничного сотрудничества, затрагивающий вопросы оленеводства, регулирования отраслевых стандартов. Считаю, что мы должны стремиться, если не к объединению международных и российских стандартов, то хотя бы упрощению механизмов стандартизации как для отечественных, так и международных компаний, отметил Игорь Кошин. На практике Неницкого округа вопросы отраслевой стандартизации стоят наиболее остро для оленеводческой и нефтяной отраслей. По опыту других международных проектов Неницкого округа глава региона выступил с инициативой юридической проработки механизмов передачи объектов и оборудования в собственность муниципалитетов и региона, отработки вопросов профессиональной подготовки высококвалифицированных кадров для нефтяной отрасли, в том числе и по международным образовательным программам. Окружной бюджет вновь претерпит изменения. В целом его доходная и расходная часть увеличиваются на 2 млрд 291 млн рублей. Это связано с ожидаемым увеличением поступления от харьягинского месторождения на 2 млрд 290 млн. Речь идет о налоге на прибыль и окружной доле прибыльной продукции. Расчет сделан исходя из устойчивой цены за баррель 51,5 доллар США. Данное увеличение подтверждено непосредственно предприятием. Таким образом, по прогнозам, казна региона получит от харьягии не 2 млрд 700 млн, а 4 млрд 800 млн рублей. По безвозмездным поступлениям суммы увеличиваются на 800 тысяч рублей. Таким образом, дефицит окружной казны сокращается до 12%. Об этом в своем докладе на заседании администрации округа сообщила руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Расходы окружного бюджета в 2017 году увеличиваются на сумму дохода – это 2 млрд 291 млн рублей. Чуть более 99 млн направят управлению имущественных и земельных отношений на проведение землеустроительных работ по описанию границ Колгуевского и Малоземельского сельсоветов. Департаменту образования, культуры и спорта осигнований увеличиваются на 444 млн рублей. Данные осигнования на льготный проезд работников образовательных учреждений, не были включены первоначально расходы компенсации за найм работников профессиональных учреждений. Тоже данными поправками эти осигнования выделяются. Выделяются осигнования бюджетным учреждениям на субсидию по коммунальным услугам, которые выделены. В данном случае мы считаем, что почти полная потребность по году. Если по факту уже, наверное, осенью, мы придем, чтобы получится действительно. Также выплаты педагогическим работникам на селе даются осигнования полностью. Летний отдых детей. Значит, программа «Молодежь», «Молодежная политика» тоже полностью в соответствии с заявками. Департаменту природных ресурсов, экологии и АПК осигнования увеличиваются почти на 81 миллион рублей. Из них 36 миллионов выделяются на субсидию на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Также выделяются средства на доставку товаров на острова Колгуев и Вайгач. По департаменту строительства ЖКХ, энергетики и транспорта осигнования увеличиваются на 1 миллиард 285 миллионов. Здесь включены ряд объектов. В основном это выполнение указов по строительству жилья и на объекты, которые требуют завершения. Увеличено асигнование Департаменту здравоохранения, труда и соцзащиты. Что касается Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты, то асигнования увеличиваются на 445 миллионов. Хочу сказать, что это полная потребность по всем соцсетям с учетом оптимизации, которая есть. Здесь учтены практически все мероприятия 11-месячных потребностей. А там уже в конце посмотрим по факту, особенно по тем пособиям, которые идут по факту обращения. Также выделены средства на летний отдых на все путевки без уменьшения даже с учетом желания на море. О питании, необходимом ремонте и других нуждах учреждения. Депутаты регионального парламента посетили окружной противотуберкулезный диспансер. Вопросы госполитики в социальной сфере Ненецкого округа будет курировать новый вице-губернатор. Распоряжением главы региона на эту должность назначена Надежда Дзяева. Новый вице-губернатор будет курировать работу сразу двух профильных органов власти. Департамента образования, культуры и спорта и Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. Главной задачей нового вице-губернатора, по словам Игоря Кошина, станет выстраивание четко действующих систем здравоохранения и образования в регионе, обеспечение качественного медицинского обслуживания жителей округа, предоставление образовательных услуг как в системе общего и дошкольного, так и дополнительного образования в соответствии с предъявляемыми требованиями. Надежда Дзяева имеет высшее педагогическое образование. В социальной сфере Ненецкого округа она работает 22 года. Общий стаж составляет более 30 лет. Она была руководителем ряда образовательных учреждений с 2009 года и до момента назначения вице-губернатором возглавляла детскую школу искусств поселка Искателей. Заклеенные окна, скрипучие полы и ветер, гуляющий по коридорам. Такая картина предстала перед депутатами регионального парламента, который посетили с рабочим визитом детское отделение окружного туб-диспансера. Главная проблема – здание холод, усиливающий с приходом морозов и пронизывающих ветров. Впрочем, для строения, которому почти полвека, это можно было бы назвать нормальным явлением, если бы в нем не находились дети. Это окна необходимо, все-таки 21 век. Очень некоторые. Потом, да, окна, вон они заклеены, все. Не заклеивали, потому что было. Альберт, я прошу вас даже, ну, как-то зафиксировать это. Ну, это стыр и срам. Округ донора. Зданию детского отделения окружного противотуберкулезного диспансера более 40 лет. За это время уже не раз латали дыры. В этом году был проведен очередной косметический ремонт. Стало комфортнее и свежее. Впрочем, свежой здесь всегда, особенно, когда за окном ветра и морозы. Есть жалобы, что очень холодно, когда ветер или морозы. Я думаю, мы на ближайшей нашей комиссии это дело еще обсудим. Ну, и с передачей котельной, к сожалению, котельная в данный момент топит по нормативам. Хотя вот сотрудники говорят так, что если было бы прохладно, они бы просто добавили бы и все, и было бы теплее. Но, к сожалению, теперь управляющая компания ведет эту котельную. Надеемся, что мы общий язык найдем, взаимодействие между департаментами найдем. По словам начальника управления здравоохранения Андрея Апицына, ремонт в детском отделении ТУП-диспансера запланирован при составлении бюджета на 2018 год. Кроме холода, депутаты акцентировали внимание на отсутствие в детском отделении спортивной зоны. Нам необходимо будет приобрести спортивные материалы, маты, мячи для ими занятия в спортивных. По мнению народных избранников, у детей, которые находятся в стенах больницы, долгое время должна быть возможность заниматься спортом. Для закупки необходимого инвентаря пообещали предусмотреть деньги в окружном бюджете или найти спонсора, как это сделали с детским городком. Его планируют установить с приходом тепла. Случаются в детском отделении проблемы с питанием. Его организацией занимается компания «Медфуд». Однажды нашли таракана. Мы оформили актом. С «Медфудом» отрабатывали по части штрафа. Сейчас направили дело в суд о принудительном взыскании штрафа. Это было по контракту прошлого года. Ну так, в среднем, качество как? Качество? Хотелось бы, чтобы была пища более разнообразна. Да. Да. Потому как много однотипного. И дети, когда находятся в довольно длительный срок у нас, естественно, это всё надоедает. По словам председателя постоянной комиссии, собрания депутатов по вопросам молодёжной политики, охраны здоровья, культуры и спорта Андрея Ружникова, сегодня вопросы вызывают только быт детей. Окна надо менять. Это 100%. С прозал детишкам нужен. Ремонт нужен. Полы вот прям вот мы стоим ходуном ходят. Сегодня в детском отделении противотуберкулёзного диспансера находится 8 детей. Они получают должное лечение, образование и пребывают под пристальным вниманием медицинского персонала. С ним проблем у лечебного учреждения нет. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Департамент природных ресурсов, экологии, агропромышленного комплекса Нинецкого округа начал приём заявлений от жителей округа, желающих зарегистрировать свои лодки в государственном судовом реестре. Такая процедура сейчас обязательна для всех маломерных судов, которые используются в коммерческих целях, в том числе в промышленном рыболовстве. Требования прописаны в кодексах внутреннего водного транспорта и торгового мореплавания. Сегодня рыбаки могут самостоятельно зарегистрировать своё маломерное судно в государственном судовом реестре. Для этого необходимо обратиться в северный филиал российского речного регистра в Архангельске. Затем отправить своё судно в Архангельск или обеспечить за свой счёт командировку специалистов «Дринмар». Для удобства владельцев лодок из Нинецкого округа и экономичности услуги Департамент природных ресурсов «Экология ПК НАО» до 15 мая проводит приём заявлений от всех жителей округа, желающих зарегистрировать свои маломерные суда в государственном судовом реестре. В случае использования незарегистрированных в законном порядке судов при осуществлении промышленного или товарного рыболовства может быть применено административное наказание в виде штрафов в размере от 1000 до 2000 рублей на должностных лиц. Для юридических лиц размеры штрафов в 10 раз больше. Стали известны сроки весенней охоты и объёмы добычи пернатой дичи в текущем году. Традиционными территориями для разрешённой весенней охоты в Нинецком округе являются три участка угодий – западный, центральный и восточный. Для удобства жителей региона сезон охоты на каждом из них стартуют накануне выходных по пятницам. Приём заявлений и выдача разрешений на весеннюю охоту будут проходить в Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Нинецкого округа после официального опубликования постановления администрации региона. В ближайшие дни охотники смогут подать заявление лично, заказным письмом или через портал госуслуг. При этом онлайн-заявление предусматривает предоставление скидки на уплату госпошлины за услугу в размере 30%. Как отмечают в профильном окружном департаменте, данный способ наиболее актуален для жителей сельских поселений и иногородних граждан. В минувшем сезоне, когда услуга впервые была введена в электронный формат, разрешение на добычу ресурсов в период весенней охоты таким способом получили 45 человек. Всего же департамент выдал более 3000 документов. Через портал госуслуг можно подать заявление и на выдачу охотничьего билета. В 2016 году департамент выдал 247 билетов. Долгожданное благоустройство. В Анаринмаре определили объекты, с которых начнется формирование комфортной городской среды. Парк-юбилейный, ресторан-музей «Тиман», микрорайон «Старый аэропорт» и микрорайон «Лесозавод». Эти зоны отдыха будут благоустроены в 2017 году в рамках приоритетного проекта партии «Единая Россия. Городская среда». Приоритетные проекты обсудили на первом заседании общественной комиссии, которая рассмотрела заявки горожан по обустройству парков и зон отдыха. Всего в Управление городского хозяйства поступило 13 заявок на обустройство общественных мест отдыха и парков. Сейчас этот участок занесен снегом, и трудно представить, что уже совсем скоро на этом месте появится детская игровая площадка. По словам председателя территориального общественного самоуправления «Старый аэропорт» Виктории Бобровой, это настолько долгожданный объект, что некоторым малышам, которые мечтали на ней порезвиться, уже перевалило за 30. К району «Старый аэропорт» более 20 лет, что жители на протяжении всех этих десятилетий просили сделать детскую площадку. Эти дети, которые мечтали, они уже выросли, у них уже свои дети. И как жители мне говорят, Виктория, у нас уже внуки, и мы хотим все-таки иметь детскую площадку. Кроме того, в порядок приведут вот это место, которое находится рядом с рестораном «Музеем Тиман». Оно давно и по праву считается одной из визитных карточек города Наринмара. Но в то же время здесь нет ни удобной парковки, ни зеленых насаждений, а прилегающая территория находится в запущенном состоянии. Также будет обустроена пешеходная зона для прогулок возле улиц Полярная Рыбников, неподалеку от зеленой зоны в районе городских очистных. Это место давно полюбилось жителям улицы Рыбников. Здесь есть и освещение, и скейт-парк, и велодорожка. Но в целом место не обустроено. К нему нет удобного подъезда или хотя бы тротуара. Но, пожалуй, самым значительным проектом станет строительство парка в районе лесозаводных, где живут в основном ветераны бывшего предприятия. Об этом давно просят жители прилегающих микрорайонов и ветеранские организации. Будут пешеходные дорожки, будут скамеечки установлены, будет памятник установлен лесозаводчанам. Но впоследствии уже, как говорится, что жители предложат, там еще сделать дополнительно в этом парке. Все остальные заявки тоже не останутся без внимания. Ведь приоритетный партпроект «Городская среда» рассчитан до 2022 года. И заявки, которые не вошли в 2017 год, будут рассматриваться в дальнейшем. В 2017 году на проект в рамках страны выделено 20 миллиардов рублей. В Ненинском округе в этом году на реализацию проекта будет направлено 100 миллионов рублей. Из выделенных денег на обустройство парков и зон отдыха в Наринмаре и поселке Искателей направят 25 миллионов рублей из федерального и окружного бюджетов. 20 миллионов на обустройство общественных зон и дворовых территорий. Из них 8 миллионов нам прямо указывает программа, куда нужно направить. 5 на дворовые территории, 3 на общественные зоны. При этом 12 миллионов подлежат самостоятельному рассмотрению муниципалитетам. То есть это куда посчитаем нужно, смотря какие проекты будут реализовываться. 25 миллионов отдельно выделяется на парк и зон завод. Это будут целевые средства. И 18 миллионов выделяется из внебюджетных источников для обеспечения мероприятий по обустройству общественной зоны в районе между улицей Рыбников и школой номер 4. Заявления от жителей мегаквартирных домов по обустройству дворовых территорий будут рассмотрены на заседании рабочей группы ориентировочно 20 апреля. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова